Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. 1700 квадратных метров новой брусчатки. В Сочи завершается реконструкция площади перед Домом культуры «Юбилейный». Президент поручил привести в порядок пляж в якорной щели. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля. 10 тысяч рублей за гусеницу. Россельхознадзор проверяет обращения граждан на горячую линию. Кавказский заповедник вводит раздельный сбор мусора. Нововведения внедрят на основных рекреационных объектах. 14 миллионов рублей в Краснодарском крае ежегодно выделяют на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Об этом министру внутренних дел России на заседании Государственного антинаркотического комитета сегодня доложил губернатор региона. Вениамин Кондратьев отметил, что в этом году правоохранителями уже изъято 84 килограмма запрещенных веществ, большую часть из которых составляют синтетические препараты, так называемые курительные смеси и соли. За полгода на Кубани выявлено 367 сайтов, через которые продаются наркотики. Вениамин Кондратьев попросил Роскомнадзор ускорить процесс блокировки таких ресурсов. Кроме этого, в Краснодарском крае постоянно работают с молодежью. В школах открыты кабинеты профилактики наркомании и алкоголизма. Подобный формат планируют запустить в техникумах и колледжах. Объем несырьевого экспорта Краснодарского края в текущем году увеличился на 26%. Самыми востребованными кубанскими товарами за рубежом стали злаки, кондитерские изделия, вино и подсолнечное масло. А в Китае, например, спросом пользуется молочная продукция из южного региона России. В Германию и США поставляют кубанскую сгущенку. При этом рост несырьевого экспорта проходит на фоне западных санкций в отношении России, прокомментировал ситуацию губернатор Вениамин Кондратьев. Иностранный бизнес по-прежнему рассматривает Кубань как надежного партнера. И этот интерес не просто стабильный, он с каждым годом растет. Что касается сырьевого экспорта, его основная доля приходится на нефтепродукты. В целом почти 60% экспорта продукции из региона приходится на промышленный сектор. Главными торговыми партнерами для нас являются Италия и Турция. Импортирует край в основном продовольственные товары, машиностроительную и химическую продукцию. Крупнейшие партнеры в импорте – Китай, Турция, Индонезия, Эквадор и Германия. По словам губернатора, представители малого и среднего бизнеса региона тоже активно включаются во внешнеторговую деятельность. Для них работает Центр координации и поддержки экспорта. С его помощью проводятся выставки кубанской продукции за рубежом. А для предпринимателей организовывают семинары, где пошагово рассказывают, как выходить на иностранные рынки. Благоустроенных зеленых зон на Кубани станет больше. На деньги из краевого бюджета в порядок приведут 41 двор, почти полсотни общественных территорий и два городских парка. По-другому в курортном регионе быть и не может, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев. В муниципалитетах уделяют повышенное внимание благоустройству зеленых зон. В этом году участие в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» примут 43 муниципальных образования против 38 участников в прошлом году. Мы – курортный регион, который обязан быть красивым и зеленым. В качестве примера приведу Геленджик, который вошел в число победителей всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Теперь муниципалитет получит 100 миллионов рублей из федерального бюджета на благоустройство. Благодаря гранту в городе-курорте появятся три прогулочные террасы со смотровыми площадками с видом на Геленджикскую бухту. Также планируется благоустройство зеленой зоны в микрорайоне Северный. 1700 квадратных метров новой брусчатки. В Сочи завершается реконструкция площади перед Домом культуры «Юбилейный». Ремонта – это популярное место отдыха жителей микрорайона Донской не видела давно. Но уже через считанные дни сочинцы смогут оценить качество проделанных масштабных работ. Все подробности в нашем следующем материале. Вот это гора бетона – все, что осталось от старой площади. Уже месяц возле Дома культуры «Юбилейный» идет масштабный ремонт. Старую плитку решили не ремонтировать. Постелили новую брусчатку. Старая площадь имела здесь покрытие декоративной стяжки. Ее многочисленные ремонты не приводили к результату. Поэтому было принято решение заменить полностью всю площадь. Работа начата около месяца назад и уже находится на стадии завершения. Прежде чем положить 1700 квадратных метров нового покрытия, бригада проделала большую подготовительную работу. Пришлось столкнуться с целым рядом сложностей. Для начала здесь были работы, проведенные демонтаж старого основания, так как оно не подходило для монтажа и укладки плитки. Очень много выравнивали. Очень было много кропотливой работы. Был очень большой подъем, так как ровности по основанию не позволяли нам выполнять работу. Новая плитка толщиной 6 сантиметров. Такая подходит даже для езды автомобилей, без ущерба для покрытия. А это значит, что пешеходам новая брусчатка будет служить много лет. Кроме самой плитки, рабочие поменяли ливневки, бордюры, отремонтировали ступени, установили новые перила, приводят в порядок ограждения. Также в планах заменить лавочки и фонари. В ходе реконструкции было решено демонтировать старый неработающий фонтан. На его месте появилась зеленая зона с субтропическими растениями. Ремонт – это всегда хорошо. Площадь была старая, неизвестно, когда ее в последний раз делали. Сейчас, естественно, лучше. Работы по реконструкции площади инициированы главой города Анатолием Пахомовым и уже выходят на финишную прямую. Завершить их планируют до конца месяца. Этого дня сочинцы ждут с нетерпением, ведь для жителей микрорайона Донской эта площадь – одно из любимых мест для отдыха с детьми. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Владимир Путин поручил привести в порядок пляж в якорной щели в Сочи. Об этом говорится в перечне поручений президента России, публикованном на сайте Кремля. Рекомендовать администрации Краснодарского края совместно с российскими железными дорогами принять меры по приведению в надлежащее состояние рекреационных зон и обеспечению стабильности берегов пляжей в Лазаревском районе Сочи, говорится на сайте Кремля. Срок исполнения этого поручения – до 1 октября. Напомню, Владимиру Путину во время прямой линии 7 июня задали вопрос, касающийся пляжа в якорной щели. Сегодня часть береговой линии нуждается в благоустройстве. Как пояснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, эта территория находится напротив железнодорожной станции. Свободный доступ перекрывают заброшенные здания, которые находятся не в краевой собственности. По словам губернатора, сейчас проводится работа с федеральными коллегами, чтобы убрать строение и приступить к обустройству пляжа. В Сочи вошел список городов с лучшими фан-зонами фестиваля болельщиков FIFA. Рейтинг составлен сервисом бронирования twill.ru. По данным опроса туристов в социальных сетях, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург и Сочи признаны городами самыми лучшими фан-зонами для болельщиков. Сочи занял пятое место. На третьем, четвертом месте Самара и Нижний Новгород, на второй строчке Санкт-Петербург. Москва с фан-зоной на Воробьевых горах заняла первую позицию. Жители гостей Сочи могут смотреть матчи чемпионата мира в фан-зоне на площади Южного Мола. Это одна из самых компактных площадок для фестиваля болельщиков FIFA и единственная российская фан-зона, которая располагается на берегу моря. Также она вошла в тройку самых посещаемых фан-зон чемпионата. Одновременно здесь могут находиться до 10 тысяч болельщиков. В ход бесплатный организаторы приготовили насыщенную развлекательную программу. В рамках проекта «Российско-немецкие футбольные мосты» на площади флага прошел турнир по уличному футболу. В нем приняли участие 16 команд из Сочи и Германии. Благодаря этому проекту, по задумке организаторов, юные немцы не просто познакомятся с культурой и достопримечательностями, гостеприимством Сочи, но и подружатся со сверстниками из России. В минувшие выходные в Олимпийском парке состоялся товарищеский футбольный матч между сотрудниками администрации Сочи и руководством федеральной земли Бранденбург. Эта игра тоже была частью большого проекта «Российско-немецкие футбольные мосты». Детский турнир – продолжение мероприятия. Все началось в Питере. Затем через Москву детские футбольные команды из Германии переместились в Ростов. И завершающий этап впервые состоялся в Сочи. Под девизом «Футбол за толерантность» юные спортсмены двух стран учились играть в футбол без арбитра. В этой игре спортсмены сами устанавливают правила игры. Три правила договариваются между собой и стараются их во время матча соблюдать. То есть даже вот если, например, одна команда выиграла, а другая по правилам сыграла, то есть они тоже за это получают очки определенные. То есть здесь не сам смысл выиграть, а просто по таким терминам ферр-плей, честная игра устраивает футбол. Детский матч в рамках Чемпионата мира по футболу прошел на площади флага. Здесь же были расположены специальные корты, привезенные из Германии. Играли трое против трех, всего 16 команд. Участников приветствовало руководство федеральной земли Бранденбург и администрации Сочи. Все, что есть интересное в мире, оно должно присутствовать и в городе Сочи, потому что мы международный курорт, круглогодичный, универсальный. И уверен я в том, что после этого матча они начнут друг другом дружить, они начнут общаться. И, конечно, это очень самое главное наследие, которое мы, наверное, получим после Чемпионата мира по футболу. Все, те, кто к нам приехал, приехал весь мир, они просто убедятся в русском гостеприимстве, гостеприимстве сочинцев. В целом футболом в Сочи занимаются 15 тысяч горожан. После Мундиаля цифра удвоится, уверена руководство курорта. Ведь в наследие после Чемпионата мира городу достанется целых три футбольных поля. А у Фишта и вовсе появится хозяин – футбольная команда Сочи. Инга Габешия, телекомпания ФКТ К другим новостям. Кавказский заповедник вводит раздельный сбор мусора. Это совместный проект заповедника и сочинского отделения Российского географического общества, победившие в конкурсе фонда президентских грантов. Основная цель проекта «Чистые горы Кавказа» – внедрение и апробация механизма раздельного сбора отходов на пилотных туристических объектах с дальнейшим распространением опыта на другие регионы и природные территории. Реализовать раздельный сбор отходов планируется на самых посещаемых объектах заповедника – экологическом комплексе Лаура, Тесесомшитовой рощи, а также в центральной усадьбе заповедника. Там будут установлены контейнеры для раздельного сбора отходов – пластик, бумага, стекло, батарейки. Собранное вторичное сырье будет вывозиться с точек-заготовителем и направляться на переработку. Параллельно запланировано проведение экологических занятий, лекций и практических акций. Горячая линия городской администрации продолжает принимать обращения граждан об очагах распространения американской белой бабочки. Одной из них поступила от жителей улицы Тоннельной. На придомовой территории поселилась вредоносная насекомая. Проверить информацию на место отправился госинспектор Россельхознадзора. Инспектор Россельхознадзора проверяет сообщения граждан. Накануне жители 20-го дома на Тоннельной обнаружили очаг распространения американской бабочки. Грешили люди сначала на свою управляющую компанию, мол, не обработала зеленую зону. Но более осведомленные жильцы разъяснили – это недоработка соседей. Никаких претензий мы к нашим управляющим не имеем, потому что всегда вовремя ведется борьба, проводится дезинфекция, травляя этих комаров. Потом, вот сегодня буквально с утра приезжали, потравили американских бабочек на нашей территории. И немножко, сколько хватило у них раствора, они потравили еще соседнюю территорию. Но это как капля в море. Гузеницы атаковали липы, растущие на территории 18-го дома. Вот их управляющей компанией теперь и займется – Россельхознадзор. Заявление в прокуратуру, а потом и штрафы. За выявление нарушения 10 тысяч рублей заплатит юридическое лицо – тысячу – должностное. За бездействие штрафы возрастают многократно. Ну и факт наличия американской белой бабочки тоже установлен. То есть вот на деревьях очевидны гусеницы американской белой бабочки. Вот они зелененькие – это гусеницы первого поколения. Сейчас надо продолжать активную борьбу с первым поколением, чтобы исключить большое количество отрождения гусениц второго поколения. В таком случае не только деревья будут страдать от бабочки, но и жители домов. Она перекочует в квартиры. Очаги распространения насекомого зафиксированы во всех районах и в основном именно на придомовых территориях. Россельхознадзор направил нарушителям более 70 предостережений. Гелена Овсецина, телекомпания «ФКТ». И продолжаем выпуск. Ковчег с частицами мощей святого апостола Андрея Первозванного можно увидеть на православной выставке, которая сегодня открылась в гранд-отеле «Жемчужина». Традиционно выставка проходит по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Традиционно выставку-ярмарку православия «Петров пост» проводит выставочная компания «Соудсочинские выставки». Это всегда событие в духовной жизни нашего города. Это маленькая дорога к храму, которую кто-то еще не открыл. Здесь то место, куда приезжают монастыри и храмы со всех уголков нашей страны, а также из-за рубежа, и со святой горы Афон, и с Сербии, и со святой земли. Здесь более ста монастырей и храмов, которые привезли свои святыни. Работа в выставке начинается с молебна и официального старта, который дает благочинные церкви Сочинского округа протеерей Андрей Дубровский. Многочисленные храмы привезли в Сочи образа святых и иконы, храмовую и церковную атрибутику, православные товары, сувениры, одежды и подарки к православным праздникам. Многие приходят, чтобы пообщаться с духовенством. Специальная программа выставки так и называется «Задай вопрос священнику». Есть уникальная возможность приложиться к ковчегу с частицами мощей святого апостола Андрея Первозванного. Это 102-й павильон. Здесь же на выставке старинные иконы. Одна из них 1756 года, которая часто мироточит, по словам служителя Горецкого Успенского монастыря Ярославской епархии. Она очень-очень намоленная. И все прихожане, которые веруют и обращаются с молитвой к Николаю Чудотворца, очень и очень помогают. Сочинцы часто приходят сюда, чтобы заказать молебны, приобрести иконы, оказать посильную помощь монастырям, приходам и приютам. Православная выставка будет работать до 1 июля включительно. Вход свободный. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и в завершение информации от партнеров программы. Санаторий Черноморье приглашает в лечебно-диагностические и спортивно-здоровительные центры. К вашим услугам крытые открытые бассейны, теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.